Здравствуйте! В эфире «Главный диалог» в студии Артём Тарасов. Ни для кого не секрет, что этот год знаковый для нашей страны. Совсем скоро мы примем главное зимнее спортивное событие четырехлетия – Олимпиаду. Также 2014-й объявлен Годом культуры в России. Именно об этом сегодня мы и поговорим вместе с министром культуры Ростовской области Александром Резвановым. Александр Анатольевич, здравствуйте! Очень приятно видеть вас уже в наступившем году в нашей студии. И вначале хотел бы задать вам следующий вопрос. Год уже начался, поэтому смело можно подвести итоги 2013-го. Чем он запомнился с культурной точки зрения именно для Ростовской области? И все ли из запланированного удалось реализовать? Да, действительно, год был очень плодотворным, очень ярким. Я хочу сказать, что впервые бюджет Министерства культуры превысил 2 миллиарда рублей, а именно 2 миллиарда 60 миллионов. Это очень серьезная поддержка нашей отрасли. Ну и хочу сказать, из таких знаковых, больших мероприятий, это, конечно, приезд Юрия Башмета, его великолепного оркестра «Новая Россия». Вы знаете, очень много ростовчан побывали на этих концертах. Я хочу сказать, что это было настолько феерично. И, конечно, ярким событием, безусловно, стал самый большой казачий хор, который исполнил гимн Ростовской области около войскового собора в Новочеркасске. 3681 казак и казачка были задействованы в этом хоре. Нушительная цифра. Да, этот рекорд был зафиксирован Книгой рекордов России. Это очень официальная цифра. И мы сегодня впереди планеты всей. Это очень здорово. Ну, Россия однозначно. Ну, из ярких событий, конечно, это 12-й съезд органов охраны памятников всероссийский, который прошел в Ростове в августе. Мы принимали всю Россию и показывали наши города – Таганрог, Ростов, Старочеркасск, весь комплекс мер, осуществляющихся по поддержке и содержанию наших объектов культурного наследия, по ремонту фасадов, по нашему музейному делу. То есть очень многое вызвало интерес у наших посетителей, все, кто приехали, делегатов этого съезда. Ну, и, конечно, яркое событие этого года, я считаю, это наш успех, что ансамбль «Песни и пляски данских казаков» имени Анатолия Квасова стал самостоятельным автономным учреждением культуры, каковым он не являлся никогда. Он существовал в рамках нашего автономного учреждения «Ростовская областная филармония». То есть ему дана свобода деятельности. Он стал самостоятельным, поэтому для него сегодня это открывает очень большие просторы, как в гастрольной деятельности, как в зарабатывании собственных внебюджетных средств. Это очень важно сегодня. Ну, и, конечно, сами могут планировать свой репертуарный план. И я знаю, уже совсем скоро, буквально через пару дней, ансамбль «Песни и пляски данских казаков» отправляется в столицу, в Москву, и вы едете вместе с ними выступать в именно концертный зал имени Чайковского. Расскажите подробнее об этом выступлении. Как я понимаю, это уже событие, приуроченное к Году культуры в России. Да, действительно, Артем. Наш Год культуры мы открываем в Москве. Донской Год культуры. Серьезно? Да, мы сделали вот такой серьезный шаг, и нас поддержало Федеральное Министерство культуры и наш ансамбль «Песни и пляски» имени Анатолия Квасова. 16 января выступает в концертном зале имени Чайковского. Но хочу сказать, что билетов нет уже в порядка двух месяцев, то есть продажа завершилась еще в ноябре прошлого года. Так сказать, интерес сумасшедший просто как никогда к нашему творчеству, к донскому искусству, казачьей песне, казачьему хореографическому творчеству. Это действительно показало, что мы сегодня очень востребованы в России, в частности, в городе Москве. Я действительно выезжаю поддержать наш ансамбль, будет присутствовать наша диаспора ростовчан в городе Москве. Это очень мощная такая поддержка для нас. Я хочу сказать, что этот тур, этот концерт открывает, становится таким прологом перед большим концертными гастролями, которые состоятся в марте-апреле по Центральной России. И фактически все города Золотого кольца будут проедет наш ансамбль, выступят с концертами, в том числе в Подмосковье, в Московской области. Большое количество заявок пришло из этого региона. Поэтому будем начинать вот эту работу. Я сегодня посмотрел на сайте Министерства культуры Ростовской области, именно план работы Министерства культуры на этот год, на 2014, приуроченный именно к Году культуры. Довольно-таки серьезная работа, подготовка проведена. Я вижу, вы сегодня в студию пришли не с пустыми руками. Как раз-таки все эти книги, издания, журналы приурочены к Году культуры в Ростовской области. Я знаю, что основная цель и задача Министерства культуры, это именно развить уже имеющиеся проекты. Но я знаю, также есть и нововведения. Расскажите о них поподробнее. И я вижу, как раз-таки одно из таковых сейчас находится у нас на столе. Да, Артем, действительно, вот с 2013 года и 2014 выйдет второй выпуск. Это «Альманах культура Дона». Вы знаете, впервые вот такой формат нами выбран. Если вы помните, в прошлом у нас была газета «Культура Дона». Сейчас мы ее преобразовали вот в такой «Альманах». Я должен сказать, что здесь представлены фактически все наши творческие союзы. С чем они выходят в Году культуры? Какие новые мероприятия, какие интересные встречи, форумы, фестивали, концерты планируются в городах и районах Ростовской области? Ну и здесь всех читателей ждет такой небольшой сюрприз. Здесь на последней странице мы сделали вкладку, и здесь диск с песнями «Альманах культура Дона», он так называется, «Песни Тихого Дона». Здесь в исполнении наших казачьих коллективов, в том числе ансамбля «Песни и пляски», Которая отправляется в Москву. Да, звучат песни о Доне. Я хочу сказать, вот эти приложения сегодня очень востребованы. Вот я вижу очень такая красочная книга, издание с прекрасной иллюстрацией. Как понимаю, это как раз-таки по заявке Министерства культуры. Она была издана. Как у нас это было на Тихом Дону? Расскажите, пожалуйста, что в этой книге для себя может почерпнуть и житель Дона, и гости нашего Донского края? Да, действительно. По инициативе ростовского филиала Российского книжного союза, который возглавляет Валерий Иванович Хрипун, наше министерство поддержало издание этой книги, как у нас было на Тихом Дону. И сегодня все муниципальные библиотеки, а у нас их более 1200, получили по экземпляру такой книги. Тираж пока ограничен. В ближайшее время, в год культуры, конечно, оно выйдет более обширным тиражом, но книга очень интересна сама по себе, потому что здесь образ донского казака через обычаи, одежду, праздники донского казачества, быт донского казачества, права и обязанности казаков и казачек. Очень яркое и красивое издание. Думаю, это будет настоящим подарком в год культуры для жителей Донского края. Я вижу, тут присутствует и донская классика Анатолий Калинин, от военного корреспондента Комсомолки. Расскажите, пожалуйста, про это издание, что оно в себе таит, и когда, собственно, уже будет релиз всей этой литературы, и где можно будет почитать? В ближайшее время полный реестр и релиз всех изданных книг будет на нашем сайте Министерства культуры размещен. А мы издали Анатолия Калинина от военного корреспондента Комсомолки. По инициативе дочери писателя Натальи Анатольевны Калинина были неизданные записки военного корреспондента, которые не вошли в предыдущие все двухтомники, трехтомники, которые издавались по Анатолию Калинину. То есть это о тех годах, когда наш писатель служил в Великой Отечественной войне? Служил в годы Великой Отечественной войны. Здесь в основном битва за Кавказ. Он служил тогда военным корреспондентом в Красной Армии. И очень подробные и очень интересные записки. Сейчас бы я хотел задать вам следующий вопрос. Какие все-таки цели и задачи вы ставите перед Министерством на этот год культуры? И какой результат вы бы хотели бы видеть в декабре 2014-го? Да, действительно, год культуры для нас это особый год, особенно для тех, кто работает в этой отрасли. В первую очередь, я хочу сказать, что очень здорово, что правительство Российской Федерации, регионы, главы регионов понимают значимость этого события. Потому что действительно о регионе судят по развитию культуры в данном регионе. И я хочу сказать, что имидж многих регионов, в том числе и Ростовской области, создавали ее земляки, ее великие земляки. Вот в частности, Ростовскую область всегда прославляли писатели. Михаил Александрович Шолохов, ну что говорит, лауреат Нобелевской премии. Он действительно, это бренд Дона, это, скажем так, флаг Дона, флаг культуры Дона, второй Нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын. Его жизнетворчество связано с городом Ростова-на-Дону. Конечно, наши земляки-писатели Калинин, Закруткин. Поэтому в этот год наша задача еще раз вспомнить об этих людях. Яркими мероприятиями, фестивалями, конкурсами. Мы подходим к юбилейным датам. Поэтому наша задача привлечь не только ростовчан, не только жителей Донского края, но рассказать всей России, жителям других регионов, посредством различных фестивалей, форумов, которые очень много, их порядка 120 только областных фестивалей пройдут на территории области в год культуры. Привлечь сюда в том числе в качестве туристов, экскурсантов, жителей других регионов, естественно, других стран. Для нас это очень важно. У нас остается немного времени. Вы назвали довольно-таки большое количество мероприятий, как раз-таки посвященных Году культуры в Ростовской области. Сейчас хотел бы коснуться еще одного нововведения, которое тоже приурочено к этому событию. Год культуры – это особое время для тех, кто занят в этой отрасли. Я знаю, что впервые будет вручаться премия «Звание присваиваться лучший работник культуры». Расскажите, по каким критериям проходил отбор кандидатов, когда, собственно, вручат первые звания, и какие поощрения получат лауреаты, ставшие лучшими в этой отрасли? Да, действительно. Губернатором области Васильевичем Голубевым подписано постановление, которое вводит с января текущего года вручение областной награды «Звание лучший работник культуры Ростовской области». Им будут отмечаться наиболее заслуженные работники культуры, те, которые внесли весомый вклад в развитие донской культуры, которые работают в отрасли не менее 10 лет и прославляли наш край на крупных культурных форумах. Интересно, а кто же из российских звезд, знаменитостей приедет поздравить Донской край в Год культуры? Поделитесь секретом. Да, действительно, Артем, к нам приедут и гости, и наши земляки. Я хотел бы так сказать. Запланированы в рамках федерального плана Года культуры. К нам приезжает Юрий Башмет. Это его уже второй приезд. Он приезжает к себе на родину. Он, кстати, рожден в городе Ростове-на-Дону. И до 5 лет жил в Ростове. И вот эти все детские годы связаны с нашей донской столицей. Он не хотел остаться в долгу и привозит нам свой оркестр «Новая Россия». Кроме того, крупный симфонический оркестр имени Чайковского приезжает к нам. Это будет вторая половина этого года. То есть мы ждем большое количество гостей в этом году. Александр Анатольевич, и в завершение не могу не задать этот вопрос. Где жители Дона могут получить необходимую информацию о мероприятиях, проводимых Министерством культуры Ростовской области, приуроченных Году культуры? Да, перечень самых крупных областных мероприятий в рамках празднования Года культуры можно увидеть на нашем официальной санте Министерства культуры Ростовской области, а также на сайтах наших областных подведомственных учреждений, театров, филармонии, библиотек и музеев. Александр Анатольевич, спасибо вам за содержательные ответы. Спасибо. Я желаю, чтобы те программы, которые Министерство культуры подготовило, были максимально реализованы. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Я напоминаю, это был главный диалог, и сегодня у меня в гостях был министр культуры Ростовской области Александр Резванов. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова